Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим турецкий шоколадный пирог. На моем канале уже есть один рецепт турецкого пирога, но этот рецепт отличается. Он готовится с кремом, получается очень вкусный. Готовится все достаточно просто и быстро. В миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 200 грамм сахара. Все взбиваем миксером в белую пышную массу. Затем сюда добавляем 100 миллилитров молока. Молоко я немножко подогрела в микроволновой печи, поставила буквально на 10 секунд. И добавляю 100 миллилитров растительного масла без запаха. Также я добавлю экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно добавить ванильный сахар или, например, цедру лимона или апельсина. И еще раз недолго перемешиваю миксером. И затем начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. 200 грамм муки, 2 чайные ложки разрыхлителя. Вместо разрыхлителя можно добавить 1 чайную ложечку соды, погасить ее уксусом. И просеиваем 3 столовые ложки темного не сладкого какао. Сначала все немного перемешиваю выключенным миксером, чтобы масса никуда не разлеталась. Затем включаю миксер и перемешиваю все до полной однородности. Друзья, обратите внимание на консистенцию теста. Оно должно получиться, как густая сметана. Далее подготавливаем форму. Размер моей формы 22 на 30 сантиметров. Смазываем ее кусочком сливочного масла. Духовка должна быть уже хорошо разогрета на 180 градусов. Желательно брать либо квадратную, либо прямоугольную форму. И переливаем тесто. Все немного разравниваем и отправляем запекаться в духовку примерно на 30-40 минут. После 30 минут приготовления можно открыть и проверить. И пока пирог запекается, приготовим пропитку для пирога и крем. Для пропитки в молоко я добавляю 2 столовые ложки сгущенного молока и кипячу. Когда молоко закипит, кипячу буквально одну минутку и отключаю. Сгущенное молоко можно заменить на 2 столовые ложки сахара. Пирог у меня запекался ровно 30 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. И теперь еще горячий пирог накалываю деревянной шпажкой. Можно наколоть вилкой. Делаю вот такие проколы. И заливаю пропиткой из молока. Тоже горячий. И пока отставляю. И для крема смешиваю 1 столовую ложку муки. 1 столовую ложку крахмала. Можно использовать что-то одно. Муку или крахмал. 60 грамм сахара. И молоко. Понадобится 500 миллилитров молока. Я сначала добавлю небольшую часть от общего количества. И перемешаю. После того, как масса станет однородной, добавлю оставшееся молоко. И еще раз все перемешаю. Теперь ставим массу на средний огонь. И регулярно помешивая, доводим до закипания. Начали появляться первые пузырьки. Уменьшаем огонь до минимального. Продолжаем помешивать. И увариваем массу до загустения. Когда масса начнет загустевать, помешивать нужно более интенсивно. И в еще горячий крем добавляем 100 грамм сливочного масла. И еще раз все перемешиваем. И сразу заливаем этим кремом наш пирог. Далее несколько вариантов для украшения. Можно оставить немного остыть наш пирог. Приготовить шоколадную глазурь. Или просто растопить шоколад и полить сверху ею десерт. Можно же просто, как я, присыпать темным несладким какао. Теперь оставляем его настояться 1-2 часа. И затем будем нарезать и пробовать. Друзья, я уже съела целый кусок. Получается очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такой пирог. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Если видео вам понравилось, как всегда, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok